Из-за того, что Молдова ограничила поставки газа, в Приднестровье остановились ММЗ и цементный комбинат под угрозой полной остановки Тиротекс, кирпичный завод. Тысячи сотрудников этих предприятий могут остаться без работы, рассказал на пресс-конференции вице-премьер Сергей Абалоник. Удар по промышленности – это очень серьезный удар, который коснется не только бюджета и налогов, он коснется трудовых коллективов. Он коснется устойчивости и возможности вообще существования этих предприятий. То, что сделано, этому трудно найти здравое объяснение. Электричество точно останется у тех предприятий, которые производят продукты питания, пищевая промышленность не остановится. В текущем моменте мы предпримем максимум усилий с тем, чтобы оставить с энергетикой предприятия, которые обеспечивают продовольственную безопасность нашей республики. Речь идет о хлебозаводах, хлебокомбинатах, производстве мяса и молока, фермерских хозяйствах. То есть там, где производится продовольствие. На предприятиях, которые уже стоят, работают тысячи человек. Это тысячи семей, которые могут остаться без дохода. Бюджет Приднестровья теряет деньги от непоступления налогов. Чего стоит только энергоконтракт с Молдовой. ГРЭС была основным поставщиком валюты в Приднестровье. И в год отчисляла в бюджеты и разные фонды более 300 миллионов рублей. Контракта на экспорт электроэнергии нет, поскольку нет топлива для выработки этой электроэнергии. Влияние этого события на экономику Приднестровья, я уже говорил, чрезвычайно тяжелое. Поскольку экспорт электроэнергии – это существенная часть экспорта Приднестровья в целом. В том числе она формирует и доходы, и бюджеты, и налоговые доходы. Но речь идет о сотне миллионов. В бюджете есть резерв на несколько месяцев, чтобы вовремя выплачивать зарплаты и пенсии. Но остальные программы придется сокращать. То, что случилось в ближайшие пару месяцев, не приведет к угрозам по исполнению социальных обязательств. С этим мы справимся. Однако нет сомнений, что все программы развития, ну то есть капважение, иные направления средств, не связанные с социальными обязательствами государства, эти направления будут серьезным образом сокращены. В этом нет сомнений. Это придется делать, потому что мы сейчас видим серьезнейшие объемы выпадающих доходов бюджета. Из Молдовы никаких комментариев нет. Молдова ГАЗ просто прислал письмо, что газа будет гораздо меньше. В это время в Приднестровье энергокризис рискует превратиться в экономический и социальный. Если газа не будет, не смогут работать предприятия, которые наполняют бюджет.